Здравствуйте, дорогие мои друзья! Совсем недавно перед инвесторами создатель корпорации Microsoft Bill Gates сообщил о своей самой-самой главной ошибке. Он назвал самой главной ошибкой в своей карьере, что позволил корпорации Google приобрести и развивать Android. Он крайне огорчен, что с Android сейчас может конкурировать только iOS. Цитирую «Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу «победитель получает все». Поэтому самая большая своя ошибка, я считаю, то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android. Но это не единственная ошибка Microsoft. Можно еще вспомнить потерю интернета, которую Microsoft все-таки смогла достигнуть, но только очень сильно с помощью агрессивной монополии. А точнее, внедряя Internet Explorer в операционную систему Windows. Сейчас же Microsoft потеряла и интернет, и мобильный рынок. И, видимо, вернется туда не скоро. Напомню, кто такой Билл Гейтс. Билл Гейтс вместе с Полом Алленом создал корпорацию Microsoft. Позже они создали MS-DOS, MS-Windows, Microsoft Office. Естественно, я не буду говорить, что они это лично создали, потому что к моменту создания той же самой операционной системы Windows 1.0.1, это была уже довольно огромная корпорация. В 2007 году Билл Гейтс ушел на пенсию. При этом он частенько попадает в рейдинги богатейших людей мира. Занимается благотворительностью. Состояние Билла около 90 миллиардов долларов. То есть финансовых проблем у него точно нет. Очень смешно читать, когда постоянно пишут что-то в стиле «Будь ты проклят, Билл Гейтс». Но пишут особенно в 2019 году. Наверное, думая, что Билл Гейтс до сих пор принимает какое-то участие в управлении корпорацией Microsoft. Конечно, он имеет там голос, но я не думаю, что он там чем-то серьезно управляет. В 2007 году на его место пришел Стив Балмер. А на место Стива Балмера в 2014 году пришел Сати Наделло. То есть за слив семерки, восьмерки, XP нужно ругать точно не Билла Гейтса. Билла Гейтса нужно за создание Windows XP хвалить. Ну а Windows 7 и 8 были созданы уже во времена Стива Балмера. Ругайте, господа Сати Наделло. Если вы подробно хотите узнать про Стива Балмера, Билла Гейтса, Пола Аллена, рекомендую к просмотру фильм «Пираты Кремниевой долины». Также этот фильм может называться «Пираты Силиконовой долины». Уверяю вас, фильм не скучный. А я на этом заканчиваю. Это была мини-новость. Всем пока. Прекрасного вечера.